Повышение оплаты труда медработников на селе, привлечение кадров региона и внедрение нового подхода в лечебных учреждениях. На решение этих ключевых вопросов сосредоточено в селе профильного ведомства в этом году. Отчет представлен губернатору. Основные моменты в нашем материале. Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения была разработана и утверждена еще в первом полугодии. Новая редакция получилась более пациента-ориентированной. Акцент будет сделан на создании необходимых условий для работы медперсонала. Большой объем средств направлен на строительство и капремонт учреждений. По итогу наших рабочих поездок нам удалось выявить наиболее приоритетные векторы развития здравоохранения области, такие как повышение финансовой устойчивости медицинских организаций, восполнение критического, на мой взгляд, дефицита медицинских кадров и обновление материально-технической базы. Специалистов планируют привлекать и из других регионов России. Параллельно началась работа по созданию Центра амбулаторной онкологической помощи, регионального колл-центра и Центра архива медицинских изображений. Есть и техническое усиление. Две системы компьютерной томографии в скором времени поступят в Новодвинскую и Вельскую городские больницы. Также в текущем году будет приобретено 240 единиц оборудования. Какое-то из них уже приобретено и установлено. Например, маммограф в Нианской ЦРБ уже поставлен. И в ближайшее время всем женщинам, которые показаны специализации маммографии, она будет выполняться уже на новом цифровом оборудовании. Актуальной проблемой областной сферы здравоохранения остаются низкие заработные платы на селе. Губернатор попросил в ближайшее время сформулировать предложение, как вести работу в этом направлении. Мы с вами ищем проблему там, где нам кажется, она есть. А это в служебном жилье, может быть, в отсутствии условий, количество пациентов. Так что, несомненно, тоже присутствует. Но я думаю, что основная проблема из моего анализа, который я провел, проезжая по районам, это в том, что у нас в сельских населенных пунктах, ну, просто получается неконкурентно низкая зарплата. Там, где, казалось бы, наши медики должны, наоборот, получать повышенные оклады, они, получается, что получают меньше, чем наши врачи в городах. Продолжается закупка оборудований и ФАПы, получившие в этом году лицензию на оказание услуг. Проводится обучение фельдшеров для того, чтобы организовать работу небольших аптечных пунктов в селах и деревнях, где жители смогут получать льготные препараты и приобретать лекарства по доступным ценам. Артемий Заварзин, Регион 29.